Привет друзья! Сегодня на обзоре будут смарт-часы от бренда 70MAI. Часы MIMO с 1,7 дюймовым TFT дисплеем, разными вариантами цветов корпуса и ремешков, водонепроницаемостью до 5 атмосфер, то есть с возможностью погружения на глубину до 50 метров, сменными watch face, ну то есть циферблатами, возможностью измерения уровня кислорода в крови, частоты пульса, стресса и другими различными плюшками и все это удовольствие за 40 долларов. Почему я акцентировал внимание на стоимости, да потому что без малого год назад я делал обзор на часы от того же 70MAI, но стоимостью почти в 4 раза больше. Это были часы 70MAI сапфир. Я до сих пор ими пользуюсь каждый день, хоть плюшек там и побольше, но на практике я ими особо и не пользуюсь, а теми что пользуюсь есть и в новинке. А выглядят они практически одинаково, сказать точно где часы дороже, а где дешевле невозможно. А вот есть ли в итоге смысл экономить и брать новые бюджетные часы, сейчас и попробуем разобраться. Заказывал я новинку на Алиэкспрессе в официальном магазине 70MAI, ссылка будет для вас под этим видео в описании. Поставляются часы в реально красивой коробке, так что если на подарок или на перепродажу, самое то. В коробке первым делом нас встречает инструкция пользователя, причем на русском языке, так что каждый разберется без проблем. Далее видим сами часики, но в принципе к ним мы еще вернемся. Также в комплекте есть зарядное устройство с магнитной площадкой и USB разъемом, позволяющим заряжать часы от любого USB порта, а также сменные силиконовые ремешки ярко-оранжевого цвета. Ремешки быстросъемные, можно менять за считанные секунды прямо на коленке. По внешнему виду новых часов ни разу не скажешь, что они стоят почти в 4 раза дешевле моих, но это так. Ремешки тут также выполнены из приятного силикона, под которым кожа не потеет. На тыльной стороне часы имеют магнитную площадку с двумя контактами для подключения к зарядке. Кстати, зарядка тут продуманная, переполюсовку выполнить не получится. При неправильном подключении магниты просто физически не дадут подключить зарядник. А вот в правильном положении зарядка сама кидается на часы и примагничивается к ней, и начинается процесс зарядки. Также на тыльной стороне есть набор датчиков для отслеживания пульса, уровня кислорода и так далее. На торце расположена всего одна механическая кнопка в виде заводной головки аналоговых часов и микрофон для работы с ассистентом Алексой. При первом включении на экране часов появляется QR-код для скачивания приложения на смартфон, при сканировании которого попадаем на официальную страницу производителя, где нужно указать свою операционную систему Android или iOS, после чего нас перекидывает на соответствующую площадку для скачивания самого приложения. И поскольку я уже пользуюсь продукцией данного производителя, то приложение у меня уже установлено. Хорошо, что производитель не стал делать отдельные приложения для разных своих часов, а все работает в одном. Захотел сегодня, одни часы одел, завтра другие и не надо платить программы в смартфоне. Итак, для добавления нового устройства нажимаем плюсик и выбираем пункт «Добавить устройство». Выбираем нужную нам модель часов и начинается поиск устройств поблизости. По завершению этого процесса нажимаем на найденное устройство и происходит процедура сопряжения, что необходимо подтвердить на часах путем нажатия соответствующей кнопки. По завершению процедуры сопряжения при необходимости приложение оповестит о новой прошивке и предложит обновить ее. Как и в случае с моими прежними часами, тут также прошивки периодически пролетают, что говорит о поддержке продукта производителем, а это очень хорошо. По завершению процедуры обновления часы подключены и синхронизированы, можно пользоваться. И вот что прям сразу бросилось в глаза, так это четкость срабатывания датчика наклона, по которому часы включают дисплей, чтобы пользователь мог посмотреть время. Как показала практика использования этих часов, то ложных срабатываний я не заметил. Может их было так мало, что я их не заметил, но в этом плане к часам нареканий нет от слова совсем. Но что могу сказать точно, что включается дисплей заметно позже, чем на моих предыдущих часах, на которых был OLED-дисплей. Да, новые часы включаются заметно позже, но возможно благодаря именно этому они полностью, ну или почти полностью, избавлены от ложных срабатываний, так как они должны убедиться, что вы поднесли руку к лицу, а не просто махнули ей. В общем, с одной стороны это как бы минус, но с другой стороны просто жирный плюс, и часы не включаются сами по себе. И сразу хотелось бы показать разницу между дешевыми и дорогими часами, а именно разницу в анимации. Как можете заметить, у новинки все движения на экране далеко не плавные, какие-то дерганные, конечно это не очень приятно, особенно после часов с плавной графикой. Но это результат удешевления путем использования более слабого процессора и более простой матрицы дисплея. Но опять же это палка о двух концах. С одной стороны движения не плавные, а с другой стороны благодаря использованию менее дорогой матрицы дисплея снижается стоимость гаджета. А еще эта матрица менее энергозатратная и соответственно аккумулятор уже не нужен большой и дорогой, что опять же положительно сказалось на стоимости готового продукта. Но при всем при этом итоговая автономность часов не пострадала. На практике же могу сказать, что при включенных всех датчиках и круглосуточном мониторинге пульса, кислорода и других показателей, аккумулятор высаживается в среднем на 10% в сутки. То есть полного заряда хватает дней на 10. Без круглосуточных мониторингов аккумулятора хватает до 3 недель, что является просто отличным показателем как для смарт-часов. Что же касается стекла над дисплеем, то на прежних часах оно сапфировое. В этих часах я делал строительный ремонт и не раз производил обслуживание автомобилей и никогда их не снимал. Часам доставалось по полной. Я временами думал, что часы не доживут до вечера, но как можете заметить, кроме как следов от сильных ударов на корпусе, больше ничего и нет. Стекло девственно чистое и целое, ни единой царапинки. На новых часах стекло не заявляется как сапфировое, но не думаю все же, что оно тут совсем простое и подвержено царапинам. Они у меня тоже уже повидали всякое. И ремонт, и стройку, и много всего интересного. Часы я никогда не снимаю и это даже хорошо в данном случае. Зато я теперь абсолютно уверен, что эти часы без проблем вынесут различные суровые испытания. Конечно ничего вечного нет, сломать можно все что угодно, но эти часы так просто не сдадутся. И через 10 дней серьезных нагрузок и испытаний они живее всех живых. На стекле ни единой царапки, ни единого сколышка. В общем с защитой тут в принципе полный порядок. Кстати стекло имеет олеофобное покрытие, которое позволяет приятно скользить пальцу по его поверхности и не оставлять жирные следы. А если и останутся, то легким движением руки стираются с первого раза. В общем олеофобка тут есть и довольно хорошего качества. Что касается водонепроницаемости до 5 атмосфер, то есть с возможностью погружения часов до 50 метров, подтвердить это или опровергнуть я не могу. На такую глубину я пока не собираюсь. А вот каждодневные водные процедуры часы проходят без каких-либо проблем. И купаюсь, и руки мою всегда с часами. В общем часы в режиме повседневного использования показали себя с хорошей стороны. Экран отличный и днем и ночью видимость великолепная. Ни большие и ни маленькие. На руке среднестатистического мужчины сидят хорошо. Не мешают, выглядят явно не на 40 долларов. А если вы еще и на стиле, то яркие сменные ремешки помогут вам разбавить серую массу вашего гардероба. А также они отлично подойдут барышням или же молодому поколению. Не только из-за внешнего вида, но и из-за возможности кастомизации. Так например в приложении на смартфоне можно закачать просто кучу различных watch face'ов. Как говорится на любой вкус и цвет. Благо выбор тут реально большой и постоянно пополняется. Вообще часы довольно умные и функциональные. Как и большинство часов, данные часы выводят уведомления на экран от выбранных вами приложений на смартфоне. Так например они сообщают о входящем звонке, но не только информацией о имени и номере звонящего на экран, но и очень чувствительным вибро. Так звонок точно не пропустишь. Единственное разговаривать через часы нельзя. Можно только сбросить вызов. А также часы дублируют все сообщения с выбранных вами приложений, что также удобно на деле. Не надо каждый раз лезть за телефоном в карман, чтобы понять кто и что вам пишет. Лично мне еще удобны уведомления от автомобильной сигнализации, так как сигналка у меня с GSM модулем, то обо всем происходящем она информирует меня через интернет на смартфон. А смартфон дублирует на часы. И я всегда в курсе, что с моей машиной даже не доставая телефон. Тоже очень удобно на практике. Естественно у часов полно и других полезных и не очень плюшек. Часть из них в быстром доступе с главного экрана. Так тут например выводится информация о погоде за окном. В принципе удобно. Есть сводная информация о сожженных калориях и количестве шагов. Различные пресеты для отслеживания вашей активности при тех или иных занятиях спортом. Есть информация об уровне стресса в данный момент и с составлением диаграммы его изменения на протяжении времени. Естественно есть статистика сердечного ритма на протяжении времени и в данный конкретный момент. Но это быстрый доступ, список которого можно менять на свое усмотрение. Основные возможности часов кроются в настройках. Тут есть все то же самое, но уже в более развернутом виде и много чего еще. Тут даже можно посмотреть какие ваши жизненные показатели были во время занятия теми или иными тренировками, а также результаты которых удалось достичь при этом. А еще есть возможность измерения уровня кислорода в крови. Как известно чем больше кислорода тем лучше. 100% жить буду. Даже сон часы отслеживают. Можно посмотреть сколько длился сон и какие фазы при этом были. Также полно всяких тренировок, таймеров, секундомеров и других стандартных плюшек. Что немаловажно есть управление музыкой на смартфоне. То есть при прослушивании музыки в наушниках, для изменения громкости или переключения трека нет необходимости доставать телефон. Все это можно сделать с экрана часов. Очень удобно. В общем часы имеют довольно большой набор функций и возможностей, как за свою цену. Я думал они будут попроще и поскромнее, но нет. Явно чувствуется заявка на популярность. Конечно же эти часы не идеальны и несколько претензий у меня к ним имеется. Первое это отсутствие функции фонарика. Почему ее не реализовали? Ведь реализуется это программно, а не аппаратно. Непонятно. Лично мне фонарика ну прям очень не хватает. Просто светить экраном циферблата это ерунда. Во-первых света недостаточно. Во-вторых он через определенное время отключается и происходит это обычно в самый неподходящий момент. Надеюсь с ближайшими обновлениями фонарик подвезут. Иначе неут. Помните на предыдущих часах фонарик был и в обзоре я говорил, что у кого есть дети знают, что ночью пройти через детскую это равносильно проходу по минному полю. И в такие моменты часы с функцией фонарика ну очень прям выручают. И это снято было на смартфон. В живую видимость еще лучше. Прям палочка-выручалочка. В новых часах фонарика пока нет. Печалька. И второй момент и самый главный. Это невозможность в настройках часов выставить период времени, в который часы не включались бы по взмаху руки. Так например предыдущие мои часы не включаются по взмаху в период с 23 часов и до 6 утра. Зачем им ночью включаться-то? А эти включаются всегда. И пока ты ворочаешься засыпаешь, да и всю ночь, они то и дело вспыхивают, освещая комнату. Это очень раздражает. Так как ночью глаза расслаблены и настроились на темноту. А тут на тебе вспышка слева. Иной раз даже пугаешься. Со временем конечно привыкаешь, но блин это же тоже можно программно допилить. Ну надеюсь допилят. А в остальном же часы мне действительно понравились. Мне нравится как они сидят на запястье. Они не торчат, ни за что не цепляются. Довольно стильные и солидные. А при желании можно еще и сделать молодежными. Довольно функциональные. Имеют возможность гибкой настройки функционала под конкретного пользователя. Прочные и надежные. Имеют хорошую автономность до 3 недель без подзарядки. Ну а самое главное это цена. Она мне в этих часах нравится вот прям больше всего. Много хорошего в часах. Но цена это лучшее их качество. Ну а недостатки обязательно допилят с обновлениями. В общем ссылка на данные часы будет для вас под этим видео в описании. Можете зайти, посмотреть, почитать подробные характеристики. Рекомендую будет интересно. А еще рекомендую посмотреть другие мои видосы на канале. Что-нибудь интересное для себя обязательно там найдете. Приятного вам просмотра. Пока-пока.